Здравствуйте, в эфире программа Страна и люди, меня зовут Елена Миненкова. Вот согласитесь, все мы любим получать подарки. А как вам, например, такая идея? Регулярно получать презенты от ведущих мировых производителей, при этом иметь возможность самостоятельно их выбирать и при этом ничего не отдавать взамен? Скажите, есть в этом некий подвох? Я, честно говоря, тоже вот пока еще скептически отношусь к этой информации, но прямо сейчас передо мной в студии сидят две замечательные девушки, которые не только получают подарки регулярно и по многу, но и прекрасно знают, как все это работает. Давайте знакомиться. У нас гости из Майнца сегодня, это Ирина Тарейла, основатель портала Deutsche Совет, где собрана полезная и важная информация, в том числе информация о том, как и на чем можно экономить Германию. Здравствуйте, спасибо, что приехали. Наша вторая гостья Валерия Тютнева, активная участница различных акций и розыгрышей, причем этот процесс доставляет ей не только удовольствие, но и позволяет сэкономить семейный бюджет. Правильно? Да, все верно. Здравствуйте. Вот сначала хочу спросить у вас, Ирина, вот Deutsche Совет. На сегодняшний день это сайт в интернете, это аккаунт в Инстаграме, это канал в Телеграме, группы в Фейсбуке и Вконтакте, то есть можно себе представить масштаб вот тех полезностей и важностей, которые вы публикуете на этих порталах. С чего все началось? Как? Началось все на самом деле с того, что я переехала в Германию и я просто начала изучать какие-то темы, которые связаны с жизнью здесь. И когда-то я решила делиться своей вот информацией, которую я уже изучила с людьми на YouTube. И я создала свой канал, и изначально это был канал, на котором я рассказывала про учебу и жизнь в Германии, то есть преподносила людям информацию. Про визовый момент, про работу. Да, абсолютно все вот эти вот нюансы, которые на тот момент. Интересуют нас, когда мы переезжаем. Да, просто дело в том, что когда я переехала, это было примерно 8 лет назад, тогда еще это было не так развито, соцсети только набирали обороты, и информацию можно было найти на каких-то формах, но нужно было по крупинкам все собирать. И когда я уже сама изучила, я подумала, что будет полезно для людей просто разжевать информацию, просто уже собрать все самые полезные, самую полезную и важную информацию, и преподнести ее в разжеванном как бы формате. Потому что когда ты начинаешь это все изучать, это кажется вообще просто необъятным. Вот. И в какой-то момент я занималась долгое время YouTube, но также началась эра, так скажем, Instagram. Я подумала, что ну здорово будет, если мы также будем в Instagram делиться какими-то полезными, полезными полезностями, как я это называю, полезной информацией, в том числе, как бы, что касаемо вот именно акций. Я узнала для себя тоже открыла, что можно оказывается пользоваться акциями. И в какой-то момент я предложила девочкам просто по хэштегу, то есть, так скажем, по поисковому слову, да, то есть для людей, которые не пользуются интернетами этими нашими. Вот есть хэштеги, да, и мы решили делиться информацией, просто добавляя хэштег на свои публикации. Вот. И в какой-то момент стало очень грустно от того, что люди узнали, что это стало популярным. То есть, люди ставили ставить этот тег DeutschSovet. Я подумала, что интересно будет его так назвать, потому что это советы для людей, которые живут в Германии. Я подумала, что, окей, DeutschSovet, наверное, вот это вот то название, которое можно было бы этому дать. И люди стали просто его ставить для того, чтобы получить больше просмотров на свои фотографии. Но иногда там не было абсолютно никакого совета, и это просто стало как бы, да. Я даже сбилась со счетов, когда пыталась сосчитать, сколько у вас там разделов на разные темы. Но при этом нужно отдать должное, очень хорошо все структурировано, и как раз очень большой раздел посвящен вот этим самым акциям. Расскажите, по какому принципу вы их выбираете, собственно, в чем они заключаются, из чего они состоят? Ну, во-первых, да, от хэштега мы перешли к профилю, и я уже начала фильтровать то, что я могла выставлять уже исключительно то, что было интересным людям. Ну, то есть, я, собственно говоря, такой своеобразный фильтр была информации, и я стала это все категоризировать. То есть, я подобрала категории разных тематик, и сначала это было все только исключительно про акции, и как раз таки акции я разделила на три подгруппы. То есть, для меня это вот так вот показалось, что три будет достаточно. Первая категория – это акции тестирования, вторая категория – это акции кэшбэк, и третья категория – это разные акции, куда попадает все, что не попадает в первую и вторую категорию. Вот мы с огромным интересом, с большим удовольствием разберем каждую в подробности, но сначала хочу спросить вас, Валерия, как вы для себя открыли сайт «Дойчий совет»? Вы знаете, началось все с того, что когда мы переехали в Германию, то через какое-то время у меня появилась замечательная подруга, которая мне посоветовала зарегистрироваться в ДМ, получить карту… Это магазин? Да, да, да. Это… Сеть магазинов? Сеть универсальных магазинов. То есть, это… Товар для семьи, наверное, можно так назвать, да? Да, да, да. Что-то вроде универмагов, да. И она мне предложила завести карту, и там, получается, приветственный подарок для мамы и малыша. Это было очень приятно, мне это очень понравилось. И спустя, наверное, где-то два года мне подруга сказала, что есть замечательный сайт… Старофанное радио, смотрите, работает. Сказала, что есть сайт «Дойчсовет», где можно получать всякие бесплатные бесплатности, и, ну, там, все это очень приятно разделено на подкатегории, там, сама выбираешь, в чем участвовать. Я зашла на этот сайт, и благодаря вот этой вот моей подруге, второй Юли, спасибо ей большое, Я открыла для себя этот сайт, и сейчас я участвую в большинстве этих акций, которые мне очень нравятся. Они позволяют и экономить более или менее семейный бюджет. И, ну, вообще сейчас это уже стало таким неким фаном. Но изначально, еще вот тоже нужно вернуться как бы назад, я сама из Москвы приехала, и раньше я занималась рекламой в интернете. То есть я уже где-то 8 с лишним лет я в рекламе, в диджитале работаю. И в Москве, когда я занималась продвижением некоторых товаров и услуг, мы часто брали каналы в Инстаграме для продвижения, различные сайты, и мы понимали, как это работает для бренда, как это работает для пользователя. И когда мне моя подруга сообщила об этом сайте, я подумала, о, так это, собственно, оно и есть. То есть то, что в Москве как бы работает несколько по-другому, здесь работает совершенно прекрасным образом. Ну, простые смертные, совершенно никакие не блогеры могут участвовать во всех этих бесплатных бесплатностях, в тестированиях, в розыгрышах, в кэшбэках. А вот давайте вот прямо начнем по порядку, вот не томите уже, расскажите, начнем с тестирования. Как это работает? Что нужно для того, чтобы получить какой-то товар на тестирование? На самом деле вообще сейчас это очень популярно, потому что бренды, конечно, пытаются каким-то образом получить новых клиентов. Рынок переполнен, и каждый день появляются новые какие-то продукты. И мой любимый пример, я всегда говорю, сравниваю это с колбасой. Я говорю, что вот как заставить клиента, вот ты покупаешь уже годами одну любимую свою колбасу, ты в ней уверен. Как тебе вообще дать возможность... Кого ты уверен в завтрашнем дне, кого ты уверен в колбасе. Да, то есть как вот дать людям, как вот эту вот целевую аудиторию привлечь. И таким образом бренды предлагают продукцию бесплатно на тестирование. Они ищут определенное количество тестеров. Кроме того, как бы важно также в данное время уже отзывы в интернете. И это все в совокупности для бренда очень хороший маркетинговый ход, потому что они предлагают продукцию, то есть они ищут определенное, как я уже сказала, количество тестеров. То есть там могут быть от десяти, если, допустим, это какой-то очень дорогой продукт, то это будет совсем маленькое количество тестеров. Если это уже что-то более бюджетное, то это будет, может быть, 5 тысяч или 10 тысяч могут искать они тестеров. Вот, и они просто... Это, я всегда говорю, это лотерея. То есть ты заполняешь заявку. На сайте Дочь Совет я публикую, точнее у меня сейчас уже работает девочка, которая публикует акции, проверенные, самое главное, то есть тех марок и брендов, которые действительно уже себя зарекомендовали и которые действительно не будут там использовать как-то твои данные не так, как тебе бы хотелось, они просто принимают твою заявку, где ты указываешь свой адрес, свои данные. Возможно, иногда спрашивают, в каких соцсетях ты активен. И они просят, если тебя выбрали, если ты в этой лотерее выиграл, они тебя просят написать отзыв. То есть ты, когда подаешь заявку, ты подтверждаешь, что ты протестируешь и напишешь отзыв. Таким образом, когда люди пишут отзыв о какой-то продукции, которую они выиграли и получили, они уже в конечном итоге делают рекламу. То есть это, мне кажется, очень бюджетный вариант, как прорекламировать средства. И таким образом, в интернете появляются рецензии на новые продукты, о которых раньше никто не слышал. А без интернета, как я уже сказала, тоже это уже сейчас на данный момент не работает. Потому что без рекламы, без какой-то вот этой вот человеческого вот этого фактора, что кто-то кому-то что-то посоветовал, это, возможно, не будет так работать. Ну вот вы, как специалист по рекламе, скажите, насколько действительно работает такая реклама, когда фирма несет огромные затраты, я представляю, какие-то бюджеты, особенно если речь идет о дорогих товарах, мы обязательно позже узнаем, какие товары можно, какие товары участвуют в тестировании. Насколько действенна такая реклама для фирм? Зачем это нужно производителям? Смотрите, раньше самые большие бюджеты выделялись на рекламу на ТВ. И рекламу в интернете, ну, туда давали, ну, совсем 1-5% бюджет от всего рекламного бюджета. Сейчас все больше бюджета выделяется на рекламу в интернете, которая тоже подразделяется там на медийную рекламу, это там всякие баннеры, которые сейчас уже там все меньше работают, на контекстную рекламу, это там всякая поисковая реклама, Google и так далее. И также выделяют деньги на блогеров и на различные продвижения, Instagram-каналы, на Facebook и на другие площадки. Почему это выгодно бренду? Бренду это выгодно, потому что чем больше информации в сети об этом товаре, чем больше положительных рецензий, тем больше вероятности, что этот товар предпочтут по сравнению с другим товаром. Но ведь рецензии не всегда могут быть положительными. Да, именно поэтому, ну, вот очень видно вот это вот джинса, когда джинса это, ну, имеется в виду, прям совсем не скрытая реклама. То есть, когда пишут настолько прилизанные отзывы, что, ну, чувствуется подвох какой-то, что, скорее всего, это, ну, заплатили за этот отзыв или еще что-то подобное. Поэтому даже вот, скажем так, не очень хорошие отзывы, они все равно для бренда важны, потому что они, как бы, таким образом показывают, что этот отзыв настоящий. И что этому товару, да, если он этот отзыв оставил и не удалил, то ему можно доверять этому бренду. И что, скорее всего, там, ну, все равно хороших отзывов будет больше. А вот на фоне, как бы, отрицательных отзывов будет казаться, что данный продукт стоит иметь в виду. Ну, насколько я понимаю, это не всегда такое условие написать отзыв о товаре, который дают на тестирование. В большинстве случаев это все-таки как раз на то и направлено, потому что, на самом деле, как Лера уже сказала, это действительно так, что если, допустим, будет заказана просто реклама у какого-то блогера, да, то есть продукт выпущен был, и вот решили у кого-то купить рекламу. Все равно человек чувствует какую-то, действительно, вот что-то тут не так. То есть оно как-то, на самом деле, очень так все радужно расписано, и начинаются какие-то сомнения. А может быть, все-таки это просто реклама, и человек просто, ну, и проплачен, да, и он получил за это свои деньги, поэтому он хвалит продукт. А здесь, как бы, плюс в том, что действительно люди могут написать все, что они действительно думают о продукте. То есть отзыв не обязательно должен быть положительным, это важно. Отзыв не обязательно должен быть положительным, но, как показывает практика, большинство, конечно, пишут все-таки, может быть, опять же, на фоне того, что это бесплатно, приятно, конечно, все-таки пишут в основном адекватные положительные отзывы. Конечно, есть, встречаются очень плохие отзывы, там, допустим, у кого-то продукт вызвал аллергию, то есть у каждого своя непереносимость каких-то там определенных средств, вот, и, конечно, можно встретить и вот как позитивные, так и негативные отзывы. И потом можно уже посмотреть, насколько ты, когда уже видишь продукт, ты можешь прочитать и подумать, хочу я такой продукт купить или нет. Проанализировать. О каких продуктах идет речь? Что можно получить на тестирование? Можно получить все, начиная от маленького пробничка какого-нибудь парфюма или какого-нибудь самого бюджетного крема до, я не знаю, что назвать, но вот я в свою очередь недавно тестировала и выиграла, получается, то есть я его смогла оставить, пылесос, например, который стоит 600 евро. И они искали небольшую группу тестеров, это вот как раз тоже про что я говорила, что чем дороже продукт, тем меньше тестеров они ищут, потому что, конечно, они не могут себе позволить раздарить всему свету свой пылесос, так скажем. Или вот также вот сейчас от, по-моему, от Браун или от какой-то марки было много тестирований эпиляторов, фотоэпиляторов, то есть, которые стоят тоже от 500 евро и выше. То есть, конечно, тогда количество тестеров, оно всегда меньше. Чем дороже продукт, тем меньше тестеров. А что значит, я смогла его оставить, тебе рассказали, там какие-то варианты? Да, есть варианты. Бывают такие тестирования, на которых ты получаешь что-то, это может быть тоже, вот недавно был такой тест, где можно было получить отпаривающий шкаф, в который ты повесил свою одежду, там, рубашки, и он тебе это все распарил, но можно было это только протестировать, и потом, в конечном итоге, тебе они его не оставляли бесплатно. То есть, они предлагали скидку хорошую, то есть, по истечению вот этого теста, ты все равно писал рецензию, вот, и получал возможность оставить этот продукт себе, если ты хочешь, но за какую-то определенную стоимость, но не за полную стоимость. Вот, то есть, вот такие варианты тоже возможны. Но чаще всего, если посмотреть глобально, все-таки, конечно, если ты что-то тестируешь, то это у тебя остается. Особенно, если речь идет о косметике, потому что, ну, согласитесь, было бы странно косметику использованную отправлять обратно. Поэтому, вот, особенно, когда речь идет о вот таких вещах, которые мы действительно, если используем, то используем, они чаще всего остаются при тебе. Мне очень интересно, по какому принципу фирмы выбирают вот тех самых тестеров, как вы их называете, которым они дадут свой товар. То есть, это действительно вот на уровне лотереи какой-то, или же они все-таки смотрят и ориентируются на те критерии, которые интересны им в плане потребителя, географии и так далее. Мне интересно, как ты эту ситуацию видишь, потому что у меня тоже, конечно, свое видение. Как для тебя это? Ты считаешь, что играет роль, допустим, если у тебя есть Инстаграм, или ты какой-то блогер, это играет роль? Или национальная принадлежность, или возраст, может быть? Ты знаешь, мне кажется, что, скорее всего, играет роль, если у тебя там Инстаграм-канал, Фейсбук-страница, потому что не зря они об этом спрашивают при подаче заявки на тестирование. Но они не всегда спрашивают. Не всегда спрашивают, да. Но все же чаще всего, как бы, ну, потому что, да, еще количество подписчиков их интересует, потому что чем больше подписчиков, тем больше людей узнает о продукте. А если это русскоязычная группа, например, как в вашем случае, а производитель иностранец? Ну, в основном, я тоже так сталкивалась, что тесты в основном, вернее, рецензии об этих тестах пишут потом на немецком языке. Некоторые пишут на английском языке, кто-то не заморачивается и на русском их публикуют, и, в общем-то, вполне снимают себе там видеообзоры на русском языке. То есть, там, например, какую-то часть текста идет на немецком, там, спасибо за то, что прислали продукт, описывают какие-то основные свойства этого продукта, а потом уже публикуют свое видео на русском языке. Я думаю, что брендам, в общем-то, все равно, потому что, ну, среди русскоговорящих людей точно так же есть потребители. Я бы хотела добавить, что на самом деле, вот, все эти акции — это лотерея. То есть, конечно, в последнее время такая тенденция, что начали спрашивать, есть ли вы в соцсетях, а где вы есть, а сколько у вас подписчиков. Но очень много есть примеров, когда люди выигрывают, и у них абсолютно нету практически никаких соцсетей, то есть у них пустая страница, например, там, в Инстаграме, или у них есть Фейсбук, но они им активно не пользуются, и люди все равно выигрывают. То есть, мне очень часто приходят сообщения, спасибо, я выиграл, и я смотрю в профиль, и вижу, что там всего одна фотография. То есть, таким образом, я понимаю, что, конечно, есть уклон на то, что компании заинтересованы, конечно, в том, чтобы было как можно больше читателей, чтобы была глобальная более реклама масштабная, да, чтобы люди, как сарафанное радио, опять же, начали чего-то покупать. Но часто они просто хотят дать на пробу именно товар, и если вас нет в соцсетях, это не значит, что не нужно участвовать в таких акциях, потому что, возможно, все-таки вам повезет, нужно просто пытать удачу постоянно. То есть, действительно, все, что требуется от потребителя, это заполнить заявку на сайте производителя? Да, на самом деле это так. То есть, ты заполняешь заявку, и в конечном итоге тебя оповещают, и говорят тебе, выиграл ты, то есть, это все равно какого-то рода выигрыш, да, то есть, лотерея, как я сказала, ты относишься к этим 200, допустим, тестеров, или нет, или у тебя все-таки в этот раз тебе не повезло. Расскажите о вашем личном опыте, что вам доводилось тестировать? Ну, мне тоже удавалось тестировать, начиная там от каких-то там пробников, кремов и всего остального. Самое такое интересное, я получала сережки на тестирование серебряные. В смысле, а что там, что нужно было протестировать? Как они подходят к команду лицу? Да, как они дополняют мой лук ежедневный. Ну, очень приятно, то есть, такое, видимо, компания, она может быть не очень крупная, и для нее важны отзывы на Амазоне. То есть, она свою продукцию реализует, у них, наверное, основной канал продаж, это Амазон, и, соответственно, ты получаешь эти сережки на тестирование, и потом пишешь рецензию на Амазоне. Они получают тем самым большое количество рецензий своих новых сережек, кулончиков и всего остального. И потом ты оставляешь это себе. Ну, да, потому что там серьги, кольца, это все-таки тоже предмет, скажем так, ну, такой персональный, вряд ли там его будешь возвращать. Еще было тестирование очень интересное, Douglas, ну, потому что это тоже, мне кажется, очень распространенный магазин. Сеть парфюмерных магазинов немецкая, поясним, для тех, кто не живет в Германии, но смотрит нашу программу. Да, и они предлагали протестировать свой новый сервис букинга, то есть, когда у них есть свои магазины, где можно прийти и сделать мейкап, или там маникюр какой-то. То есть, вы получили приглашение на такой? Да, ты получаешь приглашение на такой сервис, при этом они пытаются сейчас продвинуть свой сервис, как это сказать, когда не их салоны, Douglas, ты приходишь не в их салоны и не в их магазины для того, чтобы сделать мейкапы и различные косметические процедуры, а просто, ну, обычные салоны, которые расположены по всему Берлину. И ты это можешь совершенно бесплатно выбрать? Нет, там смысл в другом. Ты тестируешь их сервис, приходишь в салон, делаешь эту услугу, которую ты бы все равно сделал, там, например, маникюр, педикюр или там окрашивание, и потом они в качестве благодарности, что ты протестировал их сервис, присылают тебе пакет красоты. То есть, ты протестировал за деньги, а тебе такой приятный мод. Вы знаете, я признаюсь, грешна, когда я готовилась к этой программе и читала вот как раз ваши сайты и аккаунты, я заполнила заявку на участие в тестировании, речь идет о косметическом наборе от одной фирмы, не буду называть ее имя, дабы меня не заподозрили в том, что каким-то образом я пытаюсь продвинуть, что сразу же меня насторожило. Вот буквально в ту же секунду ко мне посыпался спам, какие-то рекламы, предложения, ссылки, и вот мне потребовалось время для того, чтобы все это отключить, но, по-моему, до сих пор ко мне что-то приходит. Вот как можно себя от этого застраховать? Потому что, понятно, опять так работает реклама, ты получаешь комплектом всю рекламу потом. На самом деле, чаще всего, это вы правильно говорите, нужно поставить галочку, что ты подписываешься на их оповещение, то есть они присылают какие-то новости, какие-то предложения новые. В некоторых акциях можно эту галочку не ставить, то есть в некоторых акциях они просто предлагают тебе, ты можешь выбрать, если тебе интересно их предложение, ты можешь эту галочку поставить, если тебе не интересно, то можешь не ставить. Но, конечно, сейчас уже мы видим такую тенденцию, что, конечно, марки хотят, чтобы ты постоянно информировался и был в курсе таких событий, что у них там какая-то новая акция или еще что-то, в таком случае, если действительно человек заядлый такой акциончик, как я его называю, то есть человек, который очень хочет постоянно участвовать, я предлагаю просто создать отдельный имейл, чтобы не жить и не разбирать, постоянно не разгребать эти бесконечные имейлы, потому что, конечно, все-таки что-то будет приходить, но в какой-то момент действительно от этого можно просто отписаться. Если все-таки у вас такая ситуация случилась, что вы подписались, можно отписаться от их обновлений, и чаще всего, если это действительно адекватное тестирование, то есть если это тестирование, которое опубликовали мы, потому что также на просторах интернета можно найти другие акции, которые мы не опубликуем, зная, что, возможно, это не такая проверенная фирма, и, возможно, они действительно ваши данные будут использовать. Мы такие стараемся бренды не публиковать, и берем только те, которые могут вам присылать свои новости только от своего сайта, но в любой момент вы можете отписаться от рассылки. Но имейл, это, конечно, лучше всего свой отдельный имейл для акций создать. Грамотный совет. Тогда второй вопрос, который я хотела задавать. То есть теоретически и фактически, и практически вы оставляете свои личные данные. Ваш адрес, ваш телефон. Я не знаю, иногда спрашивают там какие-то данные про детей. Вот в этом есть некая опасность? Как вы считаете? Для меня я считаю... Вы оставляете номер карты, возможно, в каких-то ситуациях. Вот я очень не люблю оставлять номер телефона, и основное большинство акций, которые мы публикуем, это, опять же, акции, в которых не нужно оставлять номер. Потому что это всегда такой момент, где ты думаешь, ага, номер телефона, а зачем? И на самом деле, чаще всего, если просят номер телефона, то начинаются какие-то там звоночки иногда. То есть есть такие фирмы, которые, опять же, которые мы не публикуем. Я могу поделиться собственным опытом. Это была как раз сеть магазинов ДМ, которую вы уже упомянули. И у них был розыгрыш в десятилетие филиала или что-то такое. Я, опять же, поддалась искушению, решила попробовать. Мне потом года два звонили все возможные поставщики электричества, газа и прочее, и прочее. И в какой-то момент просто мне это настолько надоело, что я вынуждена была достаточно жестко отвечать людям. Хотя я понимаю, что они делали свою работу, но я не подписывалась на эти сервисы. Вот мне очень интересно, откуда вы узнали про эту акцию, потому что на самом деле очень много есть таких страниц, которые исходят на самом деле не от сайта. Мошенники? Да, это, опять же, то, что мы фильтруем, то, что мы не опубликуем. Очень часто я вижу такие объявления. Вот, зарегистрируйся, и ты получишь какой-то там гудшайн, купон на покупку в ДМ. Чаще всего, кстати, вот я встречала ДМ или Медиамарт на 100-500 миллиардов евро, скажем, 250 евро. Да, 150 евро. И я всегда понимаю, что это, скорее всего, обман, кругом обман. То есть это, скорее всего, действительно фирма, которая сделала вот такую вот рекламную акцию, которая вообще не имеет никакого отношения к ДМ и ничего они не подарят. Это действительно люди, которые решили собрать данные для того, чтобы их перепродать. Мы проверяем это самостоятельно, то есть мы уже у нас наметан глаз. Во-первых, я всегда говорю, что если какая-то есть акция, если девочки сами находят акцию не на сайте Дочь Совет, а случайно где-то в интернете, я всегда говорю, есть несколько моментов, как определить. Во-первых, нужно смотреть, чтобы сайт был не .com, например, или .чего-нибудь там, а .de. Чаще всего немецкие сайты, они, я не знаю, они действительно, все немецкие сайты, которые это организуют, они так не поступают. То есть основная масса вот этих вот сайтов, они действительно, это те сайты, которые на самом деле вам что-то могут подарить, а не так, что они использовали ваши данные. А часто бывает, что вот какая-то вот ДМ, да, вроде тестирования ДМ, но ты смотришь в строку и ты видишь, что там никакого ДМа нет, может быть там есть ДМ, но ты знаешь, что у ДМа совсем другой сайт. То есть можно проанализировать, это вообще тема спама, да, то есть вообще глобально, да, то есть не связанного с акциями. Сейчас очень много рассылают всякого другого спама, где тоже нужно всегда быть на чеку и смотреть, следить в интернете. Такая политика, что нужно смотреть, что там за ссылка, потому что иногда это бывает так, что это абсолютно не имеет никакого отношения к производителю, к тому или к магазину, который якобы делает такой розыгрыш. Вам приходилось, да, сталкиваться? Да, я хотела как раз добавить, что там можно просто посмотреть даже организатора акции. И там очень часто пишут, что, например, организатором этой акции, где они там дарят купон на 200 евро от Эдеки, не является Эдека. Ну, логично тогда, что, ну, скорее всего, это какой-то развод, то есть они соберут твои данные, потом они их куда-то передадут вообще неизвестно куда, и дальше, ну, ты, соответственно, вряд ли что-то получишь. То есть я всегда проверяю в этом смысле, кто является организатором акции. Если я понимаю, что организатором акции условно является какой-нибудь крупный бренд, которому я доверяю, то я в этой акции участвую. Если я понимаю, что организатором этой акции является какая-нибудь... Ноунейм. Да, ноунейм, то участвовать я уже в этой акции совершенно не буду. Ну и согласись, телефон. Все-таки обычно все акции, которые с тобой контактируют, они обычно не требуют ввода номера телефона, потому что для меня это сразу такой тревожный звоночек. Ага, номер телефона, зачем? И вот как раз-таки вот в таких ситуациях, когда выиграют там огромную стоимость какой-то действительно купон на покупку, чаще всего, когда бы мне не попадалась вот такая вот акция, я вижу, что там нужно указывать телефон, и я знаю, чем это заканчивается. Это заканчивается исключительно спамом и бесконечными какими-то звонками от людей, которым вы не хотели бы давать свои данные. Хорошо, сейчас мы с вами поговорили про акции, связанные с тестированием. Давайте перейдем ко второй категории, это кэшбэк. Что это такое и как это работает? Вообще кэшбэк это частичное или полное возмещение стоимости при покупке чего-либо. У нас на сайте публикуются акции, в которых 100% кэшбэк, то есть ты покупаешь продукт и тебе через какое-то время, когда ты его протестировал, возвращают деньги обратно. На самом деле эти акции, они даже, я считаю, что они в каком-то смысле лучше, потому что у тебя есть больше шансов, действительно, не то, что больше шансов. Ты 100% получаешь бесплатно что-то, если ты выполняешь условия. Например? А условия, все начинается, опять же, с моей любимой колбасы, то есть от продуктов питания, заканчивая, опять же, какими-то там, я не знаю, кремами и так далее. То есть там нету таких крупных кэшбэк-акций, когда ты там полностью тебе вознестят покупку там чего-то более дорогостоящего, то есть если что-то стоит уже там в районе 100 евро, то навряд ли такой кэшбэк тебе сделают. Но есть такие акции, где частичный кэшбэк, ну, для средств, которые чуть больше стоят, да, там есть, например, ты покупаешь там что-то от Браун, например, вот сейчас, или Филлипс, я не знаю. Это мы про технику сейчас говорим. Да, есть техника, да, то есть вот они иногда предлагают акцию, что ты покупаешь какой-то продукт, и тебе, если ты загружаешь чек на сайте, тоже заполняешь данные, тебе возвращают какую-то частичную стоимость. Но, как я уже сказала, мы стараемся публиковать вот акции, в которых 100% кэшбэк, и это обычно там какие-то стоимости до 30 евро, скажем так. Ну, например, 10 последних товаров, которые у вас в акции кэшбэк. Шоколад Мерси часто, допустим, предлагают на тестирование, что еще добавь, что там в последний раз было? Недавно были фибриз, автоштекер, это ароматизатор комнаты, тоже там. Освежители для воздуха, какие-то гели для душа, крема, напитки, то есть чаще все-таки какие-то съедобные такие вещи предлагают, потому что там как раз идет речь о том, что они хотят привлечь новых покупателей. Да, и здесь мы говорим уже не только об интернете, но и, собственно, о супермаркетах, куда можно пойти и выбрать. Да. Как найти там эти акции? Обычно такие акции имеют определенную наклейку, написано «гратис тест», и когда ты приходишь в магазин и находишь такую упаковку, ты ее просто покупаешь. На этой упаковке, на вот этом стикере описаны обычно все условия, нужно смотреть на дату, до какого числа, допустим, акция, потому что очень часто бывает, что продукт залежался, и ты пришел, его схватил, подумал, что сейчас мне вернут за это деньги, а он уже, допустим, тест уже закончился. Вот, то есть это такие продукты, которые еще не вышел срок годности, но, тем не менее, акция закончилась. Вот, и нужно загрузить чек обязательно, то есть это очень важно, чтобы загрузили чек при покупке такого продукта. И просто, опять же, заполнить свои данные, куда тебе должны вернуть эти деньги. Важно, чтобы была немецкая карта, чаще всего возвращают именно на карту. И в этом случае важно просто соблюсти эти простые, на самом деле, очень условия. То есть ты просто, ты не обязан оставлять никакого отзыва, чаще всего ты просто покупаешь, и за то, что ты попробовал, тебе просто компания возвращает деньги. Вот здесь я хотела уточнить, опять же, у вас как специалисты по рекламе, а какой тогда смысл вот в этом во всем, в лишней работе с фирмами, если они могут просто так послать товар на тестирование и, собственно, подарить, грубо говоря? Тут у меня есть такой нюанс, значит, есть, ну и рассказала правильно, что нужно загрузить чек на сайте или отправить чек по почте. Наверное, не все такие неленивые для того, чтобы дойти до почты и отправить чек вместе с каким-нибудь еще там листочком где-то там подписываешь, бумажку о том, что ты согласен с участием в акции и пишешь там свои данные, данные своей карты. Наверное, кому-то тоже кажется, что это может быть не очень безопасно, и они не идут. То есть они покупают, возможно, этот продукт, и, ну, может быть, они прочитали как-то неправильные условия акции, или же, ну, по какой-то причине они там, например, не дошли до почты, если это требуется, не загрузка этого чека на сайте. Ну, то есть... Так, в чем нюанс? Нюанс в том, что просто ты продукты уже все равно купил, то есть компания, она свой продукт уже реализовала, а дальше возвращает она деньги только тем, кто выполнил правильные условия акции. Для компании, наверное, ну вот... То есть есть процент тех, которые ленятся и по каким-то причинам не посылают чеки, и таким образом фирма выигрывает? Ну, конечно. То есть компания-то все равно оказывается в плюсе. То есть мало того, что сарафанное радио, ой, смотрите, какая акция, да, что там товар кто-то все равно... Было позвание подруги. Да, да, да. И есть люди, которые там не заморачиваются и не отправляют... И забывают. Да, забывают. Возможно, там, я тестировала недавно, ну, вернее, не тестировала, да, возвращала деньги за бритву одной известной марки, и они написали, что нужно в течение месяца отправить. Может быть, кто-то забудет в течение месяца отправить. Сколько стоила бритва? Ну, там, порядка 12 евро. И вам полностью эти деньги зачислили на карту? Да, эти деньги зачисляют на карту. И это в этом... А есть возможность получить их наличными? Нет, все обычно происходит именно так, что тебе переводят на карту, потому что это было бы не очень удобно. Я не знаю, я не думаю, что есть возможность по всей Германии как-то ходить и доплачивать. Не знаю, возможно, есть какие-то договоры с магазинами. Нет, на самом деле все исключительно делается на карту, но я считаю, что при акции кэшбэк, это вот, я говорю, ты покупал всегда одно и то же, да, вот ты покупал один проверенный продукт. И ты думаешь, ну, зачем я буду сейчас покупать новый, если у меня уже старый друг лучше новых двух, да, то есть старый продукт, в котором ты уверен. Возможно, ты не будешь даже вообще смотреть на другие продукты, потому что за счет того, что сейчас вообще в мире глобальная вообще, я не знаю, перенасыщенность, мы, может быть, даже и не заметим, что что-то новое появилось. А когда это вот какая-то акция, ты думаешь, ага, интересно, а вот этот продукт, значит, новый, ага, я попробую. А ты попробовал, а вдруг оказалось, что он вкусный, и ты начинаешь его постепенно покупать, и, возможно, он добавляется в корзину твоих любимых продуктов. То есть это вот для меня как бы вот это основное, почему они такие акции делают. Потому что для них это, когда они выпускают новый продукт, для них это большая уверенность, что люди попробуют и начнут потом покупать дальше. В какой срок фирмы-производители, как правило, зачисляют деньги на карту по акциям кэшбэк? В целом время может длиться абсолютно по-разному от нескольких дней до двух месяцев. Приходилось ли вам из вашего опыта личного когда-либо сталкиваться, или, может быть, из опыта ваших подруг, знакомых, сталкиваться с ситуациями, когда фирмы не выполняли свои обязательства по акциям каким-либо? Ну вот я только последний пример знаю, когда, собственно, тестировщик, который публикует различные акции на сайте Дойчий Совет, ей не пришли коробки с кофе. Это была не акция кэшбэк? Да, это не акция кэшбэк, но действительно не выполнили свои обязательства. Но она не платила деньги, она на тестирование заказала. Да, она на тестирование должна была получить коробку с кофе, но не получила. И при этом компания ей присылает письма о том, что вы, пожалуйста, пишите отзывы, пожалуйста, размещайте их в интернете, а то мы в следующий раз не будем вам ничего присылать. Ну, все-таки момент, потому что ты можешь доказать, что ты получил товар, если у тебя есть вот эта вот расписка от почтальона, но ты не можешь доказать, что ты не получил. Да, и это очень неприятный момент. У меня был момент тоже, мне должны были прислать крем на тестирование. Я узнала об этом уже постфактум, когда мне пришло письмо, а пожалуйста, оцените этот крем. После чего я написала производителю. Производитель проигнорировал мое письмо. И после этого я уже начала писать в Инстаграм канал их. И тогда уже они начали отвечать, что да, действительно, мы, оказывается, потеряли вашу посылку. Потом выяснилось, что они не потеряли ее, вообще не отправляли. Ну, то есть дальше уже там идут какие-то не очень приятные разборки. Но все же это скорее исключение, да? Да, абсолютно исключение. В основном, конечно, в основном все работает достаточно хорошо. То есть они все равно отвечают за свою марку. То есть это все равно обычно такие сайты, которые направлены на то, чтобы действительно привлечь клиентов. Поэтому им, конечно, для них это репутация. Поэтому такие случаи, они единичны и, возможно, тоже какие-то происходят накладки у них на вот этих организациях, которые этим занимаются. Но в целом, конечно, в основном все присылают. И в случае, если, допустим, посылка не дошла, можно обычно связаться. Чаще всего все-таки отвечают. То есть, на самом деле, это вот какие-то исключения из правил. То есть бывают такие ситуации, но достаточно редко. То есть в основном присылают все. Все-таки это не так обидно, когда ты ждешь товар на тестирование, и тебе по какой-то причине он не пришел. А вот когда ты платишь за него деньги, если это немалая сумма, и деньги тебе не возвращаются, вот здесь уже... Да, конечно. Но в таком случае я всегда советую, конечно, написать. И обычно они все-таки входят в ситуацию. То есть они начинают вообще узнавать, что и как, и почему так произошло. И чаще всего все-таки деньги возвращают на счет. То есть обычно это крупные бренды, которые, опять же, за свою репутацию отвечают. И даже если что-то не так пошло, они всегда входят в положение, чаще всего. Валерия, вы говорили о том, что для вас вот такие акции, это способ действительно экономить семейный бюджет. Тем более вы сейчас находитесь в декретном отпуске по ходу за двумя детьми. Вот расскажите об этом поподробнее. Вы считали экономию, собственно... Да, ну, во-первых, когда присылают что-то на тестирование, например, тот же кофе, ты можешь в течение года, например, этот кофе не покупать. То есть тебе прислали целую коробку двух килограммов, один бренд прислал, другой бренд прислал, и в итоге в течение года ты сидишь и спокойно пьешь кофе. Спасибо всем брендам, которые это устроили. Потом, ну, например, опять же, акции кэшбэка. Ну, зачем покупать пасту, которую ты можешь за нее вернуть деньги? Очень тоже приятный бонус. А детские товары? Детские товары мне, на самом деле, ну, вот именно как вот эти вот, ни тестирование, ни кэшбэк не попадало в детские товары, но попадали другие, вот третья как раз, да, категория товаров, которые не попали в первые два. Да, там были различные, там присылают купоны на подгузники бесплатные, купоны на всякие игрушки бесплатные, там, от известных немецких брендов. Ну, конечно, это приятно. Просто какой-то продовольственный рай. Но вообще надо сказать, что в Германии действительно очень много возможностей для экономии, и лично я убедилась в этом, когда снимала сюжет про бесплатные, ну, или почти бесплатные сервисы, которые предлагает столица Германии. Этот сюжет уже выходил в нашем эфире, но я предлагаю посмотреть вам еще раз и вспомнить важные адреса. Паяльник. Иногда очень полезная в хозяйстве штука. Типичная для Германии вещь – мясорубка. Сделана в Чешской республике. Прибор для удаления косточек из вишен. И так до бесконечности. В этой лавке можно найти, пожалуй, все, что угодно и даже больше. Срочно летите в командировку, а чемодан сломался? Пожалуйста. Собрались на пикник, а палатки нет? Возьмите. Ждете гостей, но не хватает тарелок и ложек? Вам тоже сюда. Наибольшей популярностью у нас пользуется дрель. На то, чтобы сделать дырку в стене, у вас уйдет от силы минут 10-12, а остальное время прибор будет лежать без дела. Так зачем его покупать, если можно просто одолжить? Членство в этом клубе будет стоить какой-нибудь вещи, которую вам не жалко одолжить, взноса до 3 евро в месяц и небольшого залога за особо ценные бытовые экземпляры. А в этой лавке никаких залогов и взносов не нужно. Стихийная народная библиотека насчитывает примерно 9 тысяч книг, и почти каждую, за исключением некоторых штучных изданий, можно взять совершенно бесплатно. И возвращать, кстати, совсем не обязательно. Цель нашего проекта «Медиапоинт» – сохранение культурных ценностей и поддержка людей с небольшим доходом. Каждый может пополнить свою домашнюю библиотеку или, наоборот, принести нам книги, которые стали уже не нужны. В Берлине таких лавочек примерно с десяток. Литература на любой вкус. Сочинения классиков, полезные справочники, словари. Есть даже книжки на русском. Посмотрим, что здесь сегодня есть. Самоучитель работы на компьютере. Паула Коэльо в собрании сочинений. Ребусы и головоломки для детей. Ну, вот это вот не совсем, конечно, детская книжка, но, я думаю, должно быть интересно. Александра предпочитает литературу серьезную. Благодаря «Медиапоинту» ее семейная библиотека пополнилась историей искусства в 25 домах, путеводителями по городам и некоторыми раритетными изданиями. Муж мой увлекается фотографией. И как-то раз он тоже здесь нашел потрясающий фотоальбом по истории Берлина, ГДРовских времен, с фотографиями нашего района, Транслаурберга. Даже мы там обнаружили свой дом на одной из этих фотографий. А это уже берлинское репейр-кафе. Раз в месяц тут собираются гуру микросхем и шестеренок. Большинство из них – мастера на пенсии или же просто энтузиасты. За считанные минуты и символическое вознаграждение они наладят все, что вышло из строя. От старых настенных часов… Пять лет назад я купила их на блошином рынке во Франции. И они очень много для меня значат. До самой современной техники. Передо мной ноутбук Apple. У него засорилась вентиляционная система. Из-за этого он перекрывается и постоянно выключается. Так устроена система безопасности компьютера. Сейчас прочистим вентилятор, и все будет работать. Бывает, в репейр-кафе приносят сломанную мебель, омувь и даже велосипеды. В Германии их любят не меньше, чем в соседней Голландии. Именно поэтому в немецкой столице появился проект «Байксерф» – бесплатный велопрокат. Приезжает множество туристов, которым нужен велосипед максимум на неделю, или люди, которые приезжают на стажировки, возможно, на две-три недели, и тогда покупать велосипед не имеет смысла. Для того, чтобы взять велосипед в аренду, нужно зарегистрироваться на сайте bikesurf.org, выбрать модель и желаемые даты. А дальше – ждать письмо-подтверждение с фотографией велосипеда, адресом, по которому его можно забрать, и кодом от замка. Три скорости, низкая рама, ящичек. Правда, ящичек уже видавший виды, но в хозяйстве пригодится. Главное теперь, чтобы код подошел. Велосипед можно арендовать на неограниченный срок. Правда, если вы бронируете его больше, чем на месяц, это обойдется в 50 центов в день. Для сравнения, в обычных берлинских прокатах взять велосипед стоит от 10 до 15 евро в сутки. Ну, вообще, если вы когда-нибудь возьмете на прокат велосипед в Германии, то должны быть готовы к тому, что велосипедисты здесь совершенно полноценные участники движения, ну и спрос в них соответствующий. Не пропустил пешехода – штраф. Проехал по тротуару – штраф. Проехал на красный – штраф. Ну и еще очень важное умение одновременно ехать и показывать повороты, вот как я сейчас. Хотя, признаюсь, мне этот навык дался далеко не сразу и совсем нелегко. Кстати, велопарковки в Германии бесплатные. Еще одна прекрасная возможность сэкономить. Ну вот, дорогие берлинцы, для вас еще несколько способов сэкономить. Я уверена, что у вас в Майндсе тоже есть что-то подобное. Надо изучить тему. Очень интересный сюжет. Спасибо. Давайте перейдем к третьему разделу трехакций. Я напомню, мы уже поговорили про акции, которые связаны с тестированием. Мы поговорили про акции, которые называются кэшбэк, то есть по возврату частично или полностью сумму покупки. И вот те самые прочие акции, что еще осталось из того, что важно знать и из того, о чем можно сказать? В разные акции попадают такие акции, которые не подошли ни в тестирование, ни в кэшбэк. И чаще всего мы публикуем там что-то вроде того, что купи какой-то продукт и получишь в подарок что-то, опять же, бесплатно. Также там публикуются акции для мам. Очень много есть акций для беременных. И там просто нужно подать свою заявку. И там нет такого, что это какая-то акция, для которой нужно выполнить какие-то условия. Просто подаете заявку, пишете, что у вас скоро будет ребенок. И вам фирмы дарят разную продукцию. А справку о беременности нужно принимать? Нет, на самом деле ничего это не проверяется. Я не знаю, на мой взгляд, это не та тема, в которой бы я хотела вот так вот что-то бесплатно получить, если у меня нет ребенка. Ну, то есть там действительно продукция для детей. Поэтому, конечно, имеет больший смысл, если вы действительно ожидаете ребенка заполнять такие заявки, подавать на такие акции. И там можно получить разную продукцию, там памперсы. Все, что нужно ребенку в первое время. И также получить, опять же, какие-то купоны на скидку при покупке таких разных там товаров. Это то, что вы говорили, купоны на памперсы. Да, 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 совершенно верно. Причем, правильно сказала Ира, что если ты не ждешь, и если у тебя нету малыша, то, соответственно, тебе это особо не интересно. Я случайно еще, когда только вот приехала в Германию, получила там свою коробочку от одного универмага. И потом у меня там что-то сломалось с почтой, я имею в виду с электронной почтой. И я зарегистрировалась на сайте еще раз. Мне прислали купон на эту коробочку еще раз. То есть они совершенно не проверяют, там, есть ли у тебя одень. А вы, конечно же, не сказали о том, что вы мне тоже присылали. Нет, я взяла вторую коробочку и отдала ее своей подружке, которая тоже ждала малыша. Ей было очень приятно. Ну, то есть справка о беременности и свидетельство о рождении не проверяется. Очень, да, очень классные акции. Действительно, это крупные производители, это крупные универмаги, это крупные производители, которые действительно заинтересованы в том, чтобы ты стал постоянным их клиентом. Но, собственно, для этого все и задевается. Да, конечно. Я вот о чем хотела спросить. То есть вот вы отбираете эти акции, у вас их действительно десятки на сайте. Я напоминаю, их можно найти на сайте или в группе «Дойч совет». Где вы их ищете? У нас уже наметы на руках, мы уже знаем, где их искать. Мы знаем, какие фирмы чаще всего проводят акции. Поэтому у нас есть список определенных сайтов, которые постоянно что-то предлагают на тестирование. И таким образом мы просто собираем это все в кучу. Но, конечно, мы не публикуем все подряд. Потому что есть такие акции, как я говорю всегда, я не знаю, продай почку, получи крышечку от Coca-Cola в подарок. То есть это такие акции, в которых ты получаешь настолько мизерный какой-то подарок или какое-то мизерное поощрение, что вообще игра не стоит свеч. И я стараюсь это разграничивать, потому что хочется все-таки, чтобы эти подарки, бесплатности, как я их когда-то назвала, бесплатные бесплатности, приносили все-таки какую-то радость. А не так, чтобы ты делал кучу-кучу-кучу всяких условий, а потом тебе дали какой-то пшик. То есть это неинтересно. Мне кажется, что, конечно, стоит публиковать исключительно то, что более-менее приятно. А вам это приносит радость? Вам это приятно? Потому что я могу представить, какой это объем работы. Это не основная ваша деятельность, дело в том, что Ирина учится еще в университете. Да, на самом деле, когда я только начинала этим заниматься, это было для меня очень интересно. И у меня никогда не стоял вопрос в экономии. Я тоже смотрела какую-то передачу, там рассказывалось о том, что когда мы где-то что-то сэкономили, для нас, у нас мозг это воспринимает как поощрение или как какую-то похвалу. И это на самом деле для многих это хобби, и цель не всегда в том, чтобы сэкономить. Это действительно приятно. Я всегда говорю, что это ощущение постоянного праздника. Приходит Дед Мороз, ты не знаешь когда, причем постоянный Новый год у тебя. У тебя постоянно кто-то, тебе позвонили в дверь, и ты думаешь, окей, что сейчас в этой может быть коробке, если ты ничего не заказывал, да, и ты знаешь, что ты подавал какие-то заявки. И вдруг тебе позвонили в дверь, ты открываешь, а там тебе что-то привезли. То есть иногда бывает так, что тебя не оповещают, что ты что-то выиграл, тебя просто привозят, и уже постфактум ты узнаешь, что ты, оказывается, тестируешь что-то. И это безумно приятно, это безумно радует, когда ты просто получил подарок, хотя праздника у тебя на данный момент не было. Последний вопрос, который я не могу вам не задать, вот эта работа колоссальная, она не оплачивается, я скажу из этого. Зачем вам все это надо? На самом деле изначально это было хобби, а сейчас это очень приятно делиться с людьми, продолжать какими-то радостями. Я всегда говорю, что это так здорово жить в каждом доме какой-то маленькой частичкой себя. То есть мне кажется, что это что-то кармическое в каком-то смысле, то есть я поделилась с людьми и поселилась в их доме какой-то маленькой приятностью. И это очень действительно меня трогает, я даже сейчас немножечко у меня побежали мурашки, потому что на самом деле, когда люди пишут мне и говорят, что спасибо, я вот благодаря тебе у меня вот это, вот это, вот это и вот это, я понимаю, как много меня в других домах. И это безумно приятно, и это действительно то, почему я этим занимаюсь. Огромное спасибо за то, что вы поделились этой информацией с нами, со зрителями телеканала Уст-Твест. Мы переснаем о приятных приятностях, о бесплатных бесплатностях. Всего вам хорошего, до следующих встреч. Спасибо тебе, Ира. И привет Майнцу. До свидания, это была программа «Страна и люди». Увидимся.